всем привет друзья с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить про полевые модификации я не заходил на тесте его не качал желание мне это делать нету мне это лень мне неинтересно все картошкины тесты это помойки в которой ты заходишь на один раз зашел что-то там час поиграл все делать там больше нечего и вышел а на этом тесте песочницы нужно зайти полчаса настраивать танчик сыграть один сратый бой где на фулл галде все друг друга убивают за 2 секунды и все на тестировался в итоге это перерастает во что ты сидишь перед каждым боем по полчаса разные танки настраиваешь потом выходишь в бой смотришь как классно что он едет быстрее быстрее сводится лучше стабилизация лучше попадает какой он весь активный агрессивный офигенно и так со всеми танками все вот все что делает полевая модификация посмотрел всех блокиров все нарезочки все что можно только пересмотреть мы видим что все танчики стали сильнее быстрее точнее классно 279 ранее ездят как быстрые тяжи чифтейны но наносится как стэшки по 60 километров в час все замечательно все просто в шоке каждый из блогеров сразу побежал свои любимые танчики настраивать и первые две секунды все так и работает как картошка планировала каждый пошел за своими любимыми танчиками псевдо лт воды уже по на выпускали айдал как настраивать каждую лт-шку там еще это выйдет лет через 200 но вы уже будете знать что настраивать куда чего тыкать классно все пошли там на имбовых тяжах на full голде нагибать разгибать супер классно смотришь и удивляешься вау вот это офигительно все тайминги в игре сломается она будет новое все будет свежие тяжи будут за одну секунду доезжать до центра карты и занимать позицию все шикарно но че-то особо незаметно чтобы кто-то заметил что картошка встроила бесконечную трату серебра в эти самые полевые модификации а именно в парную модификацию поскольку если ты хочешь ее поменять с одной на другую ты ее покупаешь потом такой ага хочу поменять снимаешь ее и заново покупаешь потом через время опять ты можешь ее снять и заново купить и в итоге как будто бы все так и надо каждый раз за это платить все на этой песочнице радуются на full голде в друг друга убивают все как в рандоме в рандоме сейчас тоже в любой бой заходишь дай бог один враг в тебя стреляет не голдой абсолютно все на голде стреляют особенно радуют пт воды которые в три слоя пытаются тебя пробить куда попало прямо замечательно никакой проблемы с этим нет картошка как будто бы прям с теста уже начинает людей подготавливать к тому что все играют на голде что на тесте все на фулл голде что в рандоме все на фулл голде в общем все рады все счастливы что их любимый танчик станет сильнее нету никакой озабоченности о том что буду делать в игре новички или обычные игроки которые не особо выдаются в подробности даже обычные вещи которые уже старые в ней даже особо не разбирались в этом им лет 20 понадобится чтобы разобраться поначалу если это выйдет на основу все кинуться качать свой любимый танчик по второму кругу чтобы сделать его вдвойне сильнее а что будет через год или через два таких танков в ангаре станет много и мы уже просто будем с них пересаживаться с одного на другой и ехать в рандомчик на фулл голде правильно во что превратится этот самый рандом через несколько лет он превратится в то что там большая часть танков будет в разы быстрее чем сейчас в разы точнее чем сейчас как будет себя чувствовать чел который только попал в игру видимо ему выше 6 уровня лучше не ссуваться но картошка направо и налево продает резервы с опытом x5 и много новичков докачались до 10 уровня за считанные бои и потом они будут продавать эти x5 и опять новички будут сильно быстро взлетать на уровне но что они будут из себя на них представлять останутся ли они в игре или будут задерживаться на уровне чтобы докачать танчики еще по второму кругу но как показывает практика танкисты не останавливаются они идут до упора до 10 уровня и показывают на них средний урон дай бог тысячи до можно будет улучшить точность и стабилизацию и сведения и стрельбу в целом все то что мне допустим не хватает поскольку меня раздражает кривущая стрельба в игре и можно будет с улучшенной точностью пахать землю дальше но зачем так сильно бустить скорость тяжелых танков чтобы все снова сели на тяжи и тяжей стало больше в рандоме может быть это неплохая задумка но остальные танки тоже вряд ли станут менее популярными их же тоже апнули и ту же самую артиллерию которая ультра популярная прям мега популярная и очень много ее тоже апнули прикольно что у лт-шек появилась защита от фугасов и скоро вот в следующем патче 1.13 появятся новые средства защиты от арты и в целом будет понятней где она и что она делает но что делать на таких жестких быстрых сильных танках на нынешних картах с двумя дорожками где на позицию приезжают два-три танка и там уже места нет на карте по сути играть негде очень много пространства на карте вообще не играбельно то вода то скалы то еще какая-то фигня еще сверху добавляем всякие бугры поля не играбельные открытые пространства где нельзя вообще ездить поскольку ты сразу сольешься и на карте по сути играбельного пространства процентов 20 дай бог это две дорожки по краю карты пару кустиков два камешка один домик все и на этих картах будут носиться вот эти вот звери во что превратится игра что все люди съедутся 15 на 15 в одну дырку и будут в ней колотить друг друга фулл голдой в этой игра по сути превратилась в ранговых боях где люди сломя голову улетели в эту дырку на одном из флангов и убивались успешно за одну минуту до бои конечно не всегда такие были но таких боев стало гораздо больше и видимо такое будет и в рандоме по ощущениям задумка со сменой оборудования расходников и снарядов перед боем что у тебя есть два набора это замечательно ты можешь подготовить себя к любому типу боя но вот зачем все танки очень сильно апать мне это непонятно видимо разработчики услышали меня на стримах когда я говорю что бои ускорить уже практически невозможно и дальше уже ускорять некуда разработчики такие ага не можем ускорить бои это новый вызов челлендж сейчас подожди сейчас мы ускорим бои просто до такой степени апают танки что просто жесть да с одной стороны у врагов тоже будут сильнее танки у нас будут сильнее танки все будут играть на танках более жестких но во что это превратится через годик через два я даже не представляю мне кажется на нынешних картах это какой-то ужас будет тем более что они настолько дисбалансный что с апнутыми танками мне кажется дисбаланс респал будет только более заметен в общем и целом какая-то напряженная вся эта ситуация с полевыми модификациями те ламповые танкисты с которыми я начинал играть давным-давно которые играли помедленнее и поаккуратнее хотя в целом скилл был тоже у них невысок мне кажется и в рандоме уже не найдешь после всех этих полевых модификаций а кто же останется в игре и какой процент новичков в ней задержится неизвестно если полевые модификации повлияют на игру хорошо я только за и онлайн начнет расти первый раз за пять лет и играть станет приятно но есть большие сомнения поскольку все что добавляли последние в игру ересь редкостная какова вероятность что это будет хорошо воспринято игроками и улучшит игру в целом покажет только время обязательно пишите комментарии можете как обычно поругать картошечку что она вот такая вот плохая заходите в группу вконтакте там розыгрыш прим танчика такой же как и прошлый месяц только в условиях еще нужно подписаться и на twitch а так розыгрыш точно такой же как и прошлый раз рандомно выберем победителя победитель выберет себе любой прим танк 8 уровня поэтому заходите подписывайтесь ставьте лайки сам был варчик играть красиво всем пока а